Привет ребята, с вами говорящая Чухуахуа Софи и сегодня я расскажу и покажу, как я стригу шерстку на лапках и когте, а также про несколько правил, которые лучше соблюдать. Я помню все ваши пожелания по будущим видео и обязательно их сниму, а сегодня о когтях. Специально для этого видео я отрастила свои гоготки и шерсть на лапках. Итак, немного теории. Между когтями и опорно-двигательным аппаратом собаки существует самая прямая связь, поэтому короткие когти обязательное условие для здоровья собаки. Когда собака имеет длинные когти, это заставляет ее ставить криво лапу при хождении, что провоцирует неправильную нагрузку на суставы и связки. В идеале в положении стоя когти у собаки должны быть на несколько миллиметров выше уровня пола. А теперь перейдем к стрижке. Я все покажу и расскажу несколько правил. Первое. Шерсть на лапках можно стричь обычными ножницами или филировочными. Аккуратно между пальчиков отстригайте потихоньку небольшие кусочки шерсти. Это поможет впоследствии при стрижке когтей и улучшит вентиляцию. Таким собакам как Эйвен, я имею ввиду не его характер, а то, что он гладкошерстный, шерсть между пальчиками выстригать не обязательно, ее там очень мало. А вот мне эта процедура очень помогает. Первая лапка. Видите какая разница? Пока можно поспать. Вторая лапка. Режем аккуратно. Между подушечек, между коготков. Третья лапка. Прежде чем стричь коготки, нужно везде обрезать шерсть. И пока двуногие это делают, можно понежиться на ручках. Кстати, как сделать так, чтобы собака не нервничала, а лежала как я, я расскажу чуть позже. Эйвен, иди стричь когти. Ой, забыла, сначала же я. Эйв, вот и такая. Второе. Прежде чем стричь когти, нужно запомнить, что внутренняя часть когтя под названием пульпа является очень чувствительной, потому что внутри нее находятся нервные окончания и кровеносные сосуды. Если при обрезке когтей травмировать эту часть, собаке станет очень больно, а ранка станет кровоточить. Так как у многих собак когти прозрачные, ее легко увидеть, она розоватого оттенка. Если же у вашего питомца когти темного цвета, как у Эвена, пульпу найти будет гораздо тяжелее. В этом случае старайтесь обрезать потихоньку, частями. Если вдруг вы все-таки задели пульпу и возникло кровотечение, не паникуйте, как можно быстрее прижмите к поврежденному когтю ватку, смоченную в перикси водорода или йоде. Первая лапка. Правило 3. Стрижку когтей у собак рекомендуется проводить один раз в месяц. Однако, если они отрастают слишком быстро, эту процедуру можно проводить и чаще. Вторая лапка. Четвертое правило. Не пытайтесь отстричь сразу нужную длину. Делайте это постепенно. Захватив ножницами большое участок когтя, вы рискуете повредить пульпу и спровоцировать кровотечение. Собака испугается и в следующий раз будет нервничать и не дастся стричь когти. Третья лапка. Аккуратно, не спеша. Сами вы тоже не должны нервничать, иначе все передается собаке. Будьте спокойны и не торопитесь. Четвертое лапка. Пятое правило. Для стрижки когтей у собаки следует обзаведить специальным инструментом, когтерезкой, которая продается в зоомагазинах и в некоторых ветеринарных клиниках. Наиболее популярным являются два вида когтерезок. Ножницы и так называемая гильотина. Не стоит использовать для этой процедуры обыкновенные ножницы или щипцы. А теперь, как обещала о том, как сделать так, чтобы ваши собаки спокойно переносили стрижку когтей, как мы с Эйвеном. Мы с Эйвеном легко переносим стрижку когтей, потому что нас приучали к ней с детства. Старались не причинять боль при этой процедуре. Стригли их в приятных для нас условиях, на коленках, поглаживая. Стригли когти часто, а после еще угощали сырком. Если соблюсти все эти пункты, то ваш питомец привыкнет к стрижке когтей и не будет нервничать. А пока Эйвену достригают когти, скажу пару слов. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам было полезным. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новые видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Там много разных новостей из моей жизни. Группу видео про Чухуахуа. Ссылки на них в описании. И будет вам счастье. Ах, как приятно ходить-то теперь стало. И не забывайте писать в комментариях, о чем бы вы еще хотели смотреть ролики. Не переживайте. Я про все ваши просьбы помню и обязательно сделаю на них видео. Где ролики? Ой, Эйвен.